Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого и несколько месяцев назад я делал опрос о том, какую игру на божестве против искусственного интеллекта вы хотите увидеть. Вот наконец-то у меня дошли руки записать эту партию, поэтому давайте перейдем, посмотрим на ваше голосование. Я проголосовала чуть больше 1300 человек и больше всего, больше четверти от голосовавших выбрала, чтобы я сыграл за Японию. Да, отличная цивилизация, в сетевых играх она просто рвет, это, по-моему, одна из сильнейших цивилизаций в игре получается. На втором месте у нас Китай, на третьем почему-то Грузия, но, кстати, Грузию я недавно играл в сетевой партии, я думаю, тоже буду выкладывать. Не знаю, почему так много людей хотело, чтобы за Грузию. На четвертом месте Польша и на пятом получается, ну, давайте так, Шотландия и Австралия разделили пятое место приблизительно. Хорошо, будем играть за Японию. На какой карте? Континенты и острова. Это новая карта. После последнего патча появилась вот на втором месте Тера. Ну, я не знаю, мне не прикалывает Тера в том плане, что это надо стремиться еще один континент колонизировать, колонизировать, колонизировать. Кто не в курсе, Тера это как два континента, ну, там может быть несколько континентов, но один из них полностью пустой, и когда вы сможете переплавать через океан, вы сможете его колонизировать. В любом случае будем играть на континентах и островах. Уровень стихийных бедствий, ну, традиционно четверочка, и что люди, какие пожелания высказывали по поводу игры. Давайте только, тут не все, конечно, открыто. Ого, смотрите, как много написано. Как вариант попробовать добиться дипломатической победы за Грузию. Тут прям целая стратегия, что ли, написанной игры. С уважением, Джонни Кьюм. Спасибо за такой большой комментарий, я его прочитал. Ну, давайте в общих словах даже немножко открою по-другому. Вот тут лучше видно вот это все голосование и все комментарии, которые были в итоге. Больше всего писали, чтобы я не побеждал научной победой, потому что это самая частая победа. Понятно, что я ее отключать, точнее, не буду. Я не буду отключать научную победу, просто чтобы компьютер мог победить научной победой, чтобы наука была видна. Но сам не буду стремиться в научную победу. И если я вдруг победю научную победу, то это не будет считаться, что я проиграл в этой партии. Писали про религиозную победу, но так как я буду играть на 20 цивилизаций, потому что, ну, чем больше, тем интереснее, по-моему. И сложнее, то религиозные на 20 цивилизаций против компьютера, это просто нереально. Кто-нибудь, если хочет, может попробовать на божестве с 20. Просто потому, что компьютер упарывается в эти миссионеры и религию. Ему хлебом не корми, вот дай миссионеров, апостолов построить и идти свою религию разносить. Это просто нереально, вот честно я вам скажу. Если у кого-то получилось божество, на божестве, на 20 цивилизаций, на божестве, еще раз повторю, победить религии, то ему респект, уважуха, кидайте ссылку на ваш, на вашу, на ваш сейф. Посмотрим, это просто, я считаю, что это просто нереально. Дальше, писали максимум еще поставить городов в государство, я так и сделаю. Ну, я сейчас при вас буду создавать игру, посмотрите. Дипломатическая победа, по-моему, она не самая интересная. Просто дипломатическая победа, она какая-то, ну знаете, нету ощущения, что ты ее добиваешься, что ли. Поэтому я буду стремиться к культурной победе. Тем более, что цивилизация Япония, как мне кажется, одна из тех цивилизаций, за которые это легче всего сделать будет. То есть, вот, у нее бонус на строительство культурных и религиозных районов, то, что надо для того, чтобы попробовать победить культурой. Ну, вот тут, как видите, вроде победить не наукой, не научную победу, вот это вот все дофига написано. Постоянная война, но это, я считаю, что это неинтересно. Постоянная война можно в сетевую партию сыграть с реальными людьми. Вот это было бы интересно. А с компьютером, там же прикол в том, что тут по-разному действуют. И дипломатией, и миром, и войной. Насколько долго можно сохранять союз с искусственным интеллектом? Ну, тоже как-то. Я твой достаточно старый подписчик, и хочу, чтобы ты выиграл культурные победы, которые, кстати, недавно выиграл за Россию. Ну, как вариант. Хочу, чтобы были сильные игроки, чтобы Леша плакал и вызывал к разработчикам, как пятилетняя девочка, которая, ну, видимо, споткнулась. Столкнулась? Споткнулась. Больше жестокости и насилия. Ну, будет челлендж. Например, вынес на ближайшее... Челлендж, что сейчас победить культурой. На самом деле, это... Не так-то легко после последних патчей. Кроме того, я поставил некоторые дополнительные моды, чтобы было и сложнее, и, с другой стороны, удобнее. Давайте объясню, какие. Ну, официальный контент мы отключаем. Да, бета-баланс-стат тоже отключу. Это для сетевой игры, вот это нам не надо. Трейд-скрин. Ну, на некоторых сетевых играх вы уже видели. Просто удобнее отсортировать караваны, прежде чем их отправлять. Это неважно. Дальше. Вот это Real Strategy. Вроде как, вот этот мод, мы уже сетевые многое с ним играем, он улучшает действие компьютера, не давая ему никаких бонусов в плане денег. То есть, это все остается, как и есть в оригинальной игре, но сам компьютер начинает действовать намного умнее. Вот сейчас, собственно, в этой игре на божестве и протестим этот мод. Кроме того, вот эта глобальная панель отношений друг с другом, это как в тройке была, в четверке, в третьей, четвертой циве. Вы увидите такой круг, где все линиями свято. Да и в сетевой игре, я не знаю, я выкладывал уже или нет, эти партии тоже сделаны. Ну и часто меня просили после прошлой игры включить таймер на игру с компьютером. Вы знаете, оказалось, что при игре против компьютера таймер поставить невозможно в принципе. И никаких модов на это нету, к сожалению. Я бы действительно поставил таймер, чтобы быстрее ходить самому и быстрее вам рассказать, чтобы динамичнее была партия. Но, к сожалению, модов нету. Кто-то может мне написать, что ты можешь создать сетевую игру, типа, добавить туда компьютер на уровне сложности божество. Но я еще раз повторю, компьютер на уровне сложности божество не будет объявлять мне войну никогда. Вот в этом проблема. На уровне сложности божество в сетевой игре, в сетевой игре я имею ввиду, в сетевой игре, если я создам сетевую игру. Поэтому так невозможно сделать. Поэтому, к сожалению, я буду сейчас играть без таймера, но буду стараться действовать все-таки динамично. Ну и давайте настройки сделаем. Итак, я выбрал Японию. Против меня еще 19 цивилизаций. То есть, собственно, итого 20 будет по максимуму. Городов государства тоже по максимуму поставил, как многие просили в комментариях. Стихийные бедствия на четверочку. Размер карты огромный. Сама карта, континенты, острова и все остальное стандартное. То есть, все, чтобы посмотреть, как мы появимся. То есть, никаких там балансных стартов, ничего. Будем смотреть, как у нас тут все это получится. Все остальное включено. Ну и давайте поехали, что ли. Почему Япония одна из сильнейших цивилизаций в игре? Потому что районы получают стандартный бонус за соседство с другим районом. То есть, соседство дает Японии в два раза больше вот этих очков, чем другим цивилизациям. Ну, есть еще Голландия, которая получает соседство за рейки, например. Или Австралия соседство за престиж получает. Но, во-первых, у Австралии там другие бонусы тоже классные. Австралия просто читерная в некотором смысле цивилизация. Но у Японии этот стандартный бонус будет работать всегда. А Голландия, например, рек может не завести. Кроме того, военные лагеря, священные места и театральные площади строятся в два раза быстрее обычного. То есть, в общем-то, нам надо будет и начинать играть через священные места и театральные площади в этой партии, чтобы хотя бы религию получить и попытаться культурой побеждать в данном случае. Ну, давайте начнем игру и посмотрим, что у нас с местом. Ну что ж, как нам тут рандом выдал место? Давайте смотреть. Так, меня интересует, это озера у нас или... Залив Аго. Залив Аго. Значит, это один и тот же залив. Я думаю, что вот здесь вот так вот море. То есть, вот это такой полуостров. Нельзя, конечно, сколько клеток, но сюда, наверное, не стоит идти. Так. Что я хочу посмотреть? Ну, вообще, место выглядит неплохо, честно говоря. Единственное, мне не нравится... ...ставить город на холме. Я бы, наверное, все-таки на равнине поставил. Кстати, смотрите, река вот так вот идет. То есть, в принципе, если я вот сюда прыгну, то здесь я как раз освобожу место для города. То есть, это одна и та же река, да? Абукум? Абукума, да. Знаете, что я вот сюда поставлю город? Угу, тогда давайте дуболому я, пожалуй, сюда тогда пойду. Ну, один ход пропустим. Мне кажется, здесь лучший город. А, знаете еще в чем прикол? Вот это у нас вулкан. Так как мы на четверке играем, то и себя сюда город поставил, то умирали бы жители при его... ...при его извержении. Хотя тут у нас риф, тут у нас риф. Значит, вот сюда мы будем ставить уже точно кампус. Но мы не будем спешить с кампусом. У нас вначале будут священные места. За Японию, тем более на божестве. Надо спешить с религией. Да, вот тут явно где-то город будем ставить. Ну, тут надо исследовать, конечно. Давайте разведчиков. Производства не так много, как хотелось бы. Зато аж три ресурса роскоши рядом есть. Видите, хлопок, ртуть, табак. Четыре даже черепахи. О, зашибись. Так, с чего мы начнем? Наверное, с лошадей давайте начнем. Лошади потом, пожалуй... Горное ли дело? Я бы... Ница хлопок. Вообще, нам бы еще и с... ...с астрологией бы поспешить. Я бы священное место как можно быстрее ставил. Ладно, давайте пока лошадей откроем. Дальше я подумаю. Ну, мы же можем еще и чудо найти. На самом деле. Так, плюс холм, да. Значит, я сюда дуболом прыгну. О, Окленд. Ну, кстати, это для начала очень неплохо, потому что плюс два производства при строительстве районов. Священочку мы ускорим. Тогда... Ну, в принципе... В принципе, старт очень даже неплох. Сейчас главное, сколько у меня соседей будет, потому что вы понимаете, что тут 20 цивилизаций, 24 города... Вообще, города государства должны быть рядом очень много. На самом деле, потому что на огромной карте их должно быть, по-моему, 18, а мы поставили 24, если я ничего не путаю. Так, знаете, я хочу вот тут по этой реке исследовать. О, еще и благовоние. Слушайте, меня прям тут завезло. Я бы, наверное, вот сюда город ставил. Как раз раз, два, три. Мне тут завезло как-то с ресурсами, прямо скажем. Вопрос только по соседям будет. Ну, пока предварительно мы сюда ставим. О, еще и Кахокия рядом. А Кахокия что дает? Ну, Окленд... Курганы Кахокии. Да-да-да, города получают плюс одно удовольствие от первого построенного кургана. После открытия естественной истории еще плюс одно удовольствие от второго кургана. Становится пища до 20 средних районов. Ну, кстати, ничего. Я помню, в какой-то игре я ставил эти курганы Кахокия. Так, куда мне... Тут, кстати, вот видно, что побережье, походу. Ну, давайте, наверное, я сюда сбегаю. В эту сторону посмотрим. Что у нас там? Давайте, наверное, уже рабочего делать. Я пока не вижу как-то соседей. Чтоб прямо вот уже близко было, чтобы... Вот опять какой-то этот хочет пророка. Как раз Кахокия хочет. Это лучника. Ну, слушайте, два города-государства первым найти. Это очень неплохое начало. У меня много тропических лесов. Наверное, стоит будет взять пантеон на тропические леса тогда. Ну, мне нравится. Мы тут начинаем. Так, имеет ли мне смысл покупать какие-то клетки? Думаю, пока нет. Ну, я не буду, то есть, ртуть. Счастья мне особо пока не надо. Куда прыгну? Куда? Горы есть. Куда пойдем? Куда пойдем? Равнина. Тут холм. Ага. Это озеро. Это просто озеро. Это озеро. Может сюда? Ну, сейчас мы будем думать. Я же еще поселенцы не построил. То есть, выглядит... Или... А, нет. Сюда не влазит. Сюда не влазит. Значит, сюда еще можно. Вот два варианта. Если я сюда поставлю, то можно будет город... Нет. Не влазит. Тогда тоже никуда. Ну, тут, наверное, снизу можно тогда будет. Это сейчас будет. Думаю. Надо вот тут исследовать еще. Не, ну это уже побережье. Видно, что это... Прямо что... О! О! Вот это неплохо. Вот это мне нравится. Так. Давайте сюда прыгнем. О! То есть, тут еще на озере можно будет ставить город. Раз, два, три. Здесь предварительно, мне кажется, все-таки... Вот сюда круче пока. Если мы сюда ставим, то на озере вот сюда влазит город. Ну, пока я так в линию. Конечно, их надо более плотно. Ага. Тут конец уже карты. Упоминая континенты и острова у нас. Карта. Ну, я, видимо, где-то с краю континента получать. То есть, видите, вот так вот идет... Хорошо, что я не в центре между кем-то. Так. Ну... Что мы откроем? Лошади. Кончарное дело. Ну, наверное... А что вообще лошадей будет добавлять? Ну, если я построю... Мне явно надо пшеницу. Знаете что? Если я буду ставить тут город, то тогда вот тут, по идее, надо ставить правительственную площадь. Значит, тут надо будет вырубать скот. Вот это вот все надо будет вырубать. Тут будет делать ромашку. Потому что, видите, тут лошади мешают, а тут вот все можно будет вырубить. Тогда священное место, видимо, сюда будем ставить. Даже если я возьму пантеон на тропические леса. Столица. Давайте пока предварительно, как я хочу сделать. Опять же, мало что исследовано, но тем не менее. Тут священное место. Значит, тут вообще ромашка. То есть это... Ну, и в этом городе тут священное место. Потому что... Стандартный бонус за соседство районом. То есть это уже будет плюс один. А здесь плюс два. То есть это будут священные места на плюс три. И тут еще будет ромашка. Где мы... Театральные площади будем ставить. То есть тут будет... А нам надо спешить. На божестве религии разбирают только... Давайте вообще глянем. Еще... Нет, еще никто пока не копит на религию. Но очень быстро это все. Давайте, наверное, я астрологию начну открывать. Хотя бы четыре хода. Может, я найду чудо, но... Со священным местом надо спешить реально. То есть это... На божестве откладывать... Это в сетевой игре, когда все в примерно равных условиях. Так... Можно... Мне, наверное, даже придется проекты делать на пророка. Блин, я гляну, что тут. Да нет, нету смысла. Все равно где-то здесь на побережье я буду в любом случае город ставить. Независимо от того, что там внизу. Так... Ох! Стоит три города-государства найти на восьмом ходу, это только потому, что мы двадцать четыре города-государства поставили. И тоже первым нашел. Ну, правда, за каждое... Что он сейчас дает? Плюс два производства при создании юнитов. Ну, неплохо, неплохо. Кстати, неплохие города. Ну, Преслов, правда, за каждое здание построено военном лагере плюс две единицы. Ну, так себе бонус. Хотя, с другой стороны, против компьютера лояльность никогда не помешает. Но посмотрим, кто тут рядом у нас будет. Может и... Так... Барваров я не вижу, поэтому пока удвоенный опыт для юнитов разведки возьмем. Ну и, конечно, на пантеон надо. Жалко, вот далековато табак. Я бы сейчас уже начал... Так, сначала ускорим... Рошение. И потом надо будет лошадей идти. Блин, я бы этот скот, наверное, вырубил. По пути. Так, тут озеро. Тут озеро, тут озеро. Может, тогда вниз сходить, посмотреть? Вот тут что у нас? То есть, видите, тут уже прохода нету. Блин, может, я даже так и залию, неплохо. Если... Столько места, конечно, будет. Но, в принципе, для игры на божестве, по-моему, у меня очень... Приятное расположение. То есть, меня даже больше не ресурсы волнуют, а наличие рядом компьютерных соперников. Так. Шесть ходов до астрологии. Ну, давайте, наверное, уже поселенца. Просто я говорю, нету ни варваров, ни компьютерных соперников. Можно и поселенца поставить. И дальше... Ну, давайте пока мастерство. Я не обработаю три клетки, потому что я сейчас буду скот вырубать. Это надо сделать. Ну, где у меня еще священное место? Возможно. Рядом с горой и лесом, вот здесь... То есть, я понимаю, что если я возьму... Просто не факт, что я возьму пантеон на тропический лес, да? Вот здесь вот эти священные места точно будут хорошо давать. То есть, единственное, чем, как бы, чем минус моего только места положения, нету чудес света рядом. Все. Чудес природы. Чудес природы. Которые бы бонус давали хорошие соседства священным местам. Все остальное... Почему нам нужны священные места? Если мы будем пытаться побеждать за культуру... Ну, вообще всегда священные места, чем плохо. Но нам надо будет покупать рок-группы за веру в конце игры. И для этого нам надо кочегарить нашу религию. Ага, и тут не пройти, смотрите. Как интересно. Так, ну, слушайте, в принципе, вот сюда, получается, влазит город. Так? Как раз ровно одна клеточка. Но это... Я на будущее тут не буду спешить с этими городами. Просто, что... Сюда можно поставить. И тогда влазит сюда город. Ну, прям рядом... К сожалению, рядом с... С вулканом. Но надо будет сюда ставить. Так, пока предварительно. Так, пошли вырубим скот. Когда там добавится... Лошадь. Два хода. Ну, вот мне это с лошадьми завезло. Может и железо навалит. Правда, железо на полмах. Блин, мне надо правительственную площадь до открытия железа ставить. Потому что она может здесь появиться, и тогда моя ромашка... Не получится! А я хочу ромашку. Врубаем скот. Как-то мало еды дало. Город особо не вырос. Я думал, это побольше будет. Пришли молоточком по голове. Настучали... Этим коровкам. Да, чудо не находится, к сожалению. Ну, тогда хорошо все равно, что я астрологию открываю. Чем раньше... Давайте глянем. Нет, еще никто пророка не делает. Прикол. Одиннадцатый ход. Обычно компьютеры... О, видите, уже вулкан активным становится. Поставил бы я тут город, уже могли быть проблемы. Кстати, вулкан может эти тропические леса вырубать, что не очень хорошо. То есть, мне вот эти тропические леса, на самом деле, вот эти вот, надо самому вырубить. Потому что иначе просто их вулкан уничтожит и мне это ничего не даст. Так, лошадейно пойдем обработаем. Еще этот вулкан становится активным. Ну, вот еще минус моего местоположения. Много активных вулканов. Блин, не дает пройти. Так, давайте смотреть, что у нас тут. Ну, я, наверное, сейчас город сюда поведу. Ставить. Надо вот тут, конечно, исследовать. Побыстрее. А, нет, добавилось. Видите, было восемь ходов, теперь два осталось. Ну, слушайте, хорошо, что это соседи, нету как-то варваров пока. Что мне следующему по... Ну, следующему я, наверное, рабочего. Там два... Начну рабочего, во всяком случае, строить. Потом переключусь на священное место. Да, жалко, что-то природы не находится и не ускоряется астрология. Так. Надеюсь, тут уже переключилось. Да. Так. Так. Так, да. Так, давайте я еще прыгну, гляну. Что у нас здесь. Ну, да, надо сюда пока оставить город. Видите, показывают, что здесь хорошо поставить. То есть, надо исследовать тут внизу. Чтобы понимать. Блин, или поселенца лучше начать делать. Где мне вот сейчас строитель? Конечно, можно мастерство ускорить, но я переключу скорее международную торговлю. Просто я после священного места, наверное, лучше поселенца еще. Да, давайте лучше. Так, сделаем. Начнем поселенца. Два хода поселенца. Открою астрологию. Поставлю священное место. В общем, у меня сейчас священное место. Здесь должно очень быстро строиться. За счет Окленда и... Ну, бонуса Японии. Правительственной площадью. Мне прям следующую, наверное, даже правительственную площадь надо делать. Ага, ну вот. Побери тоже залив Агу. Это все залив Агу. Ну, то есть, вот это... Вот тут снизу точно никого не будет. Потому что... Тут все море. Ну, я даже... Я бы сказал, даже в типичных условиях выхожусь. Для игры на дожестве. Так, давайте переключим международную торговлю. Здесь, значит, вставим... Священное место. Видите, оно плюс один дает от центра города. То есть, здесь, в принципе, священное место. Когда я там еще поставлю вокруг района, и, скорее всего, это будет театральное, очень неплохо будет работать. О, два хода всего лишь. Офигеть. Это очень хорошо. Так, пока вниз иду. Вот так. Тоже два хода. И растет город два хода. Так, оставим. Ну, давайте, наверное, горное дело, потом дончарное. Потом в ворошение пойдем. Нам надо счастье. Ну, да, правильно, что я тут город ставлю. Видите, надо будет рис как-то вырубить в правительственную площадь. А, да. Все, в принципе, неплохо. Удивительно, что сейчас Тон, конечно, не построено. Во, уже, видите, кто-то священное место поставил. А военный лагерь, оу, смотрите. Явно какая-то есть военная цивилизация. Так, военные лагеря уже... Быстро. Первое очко. Что-то странно, конечно, для игры на божестве. Просто никого еще не встретил до сих пор. 16-й ход никого не встретил. При том, что я поставил карту на 20 цивилизаций. Ну, города-государства вот повстречал, правда. Но все равно, где цивилизации другие? Ой, тут, конечно... Слушайте, тут, походу, море. Ну, начну с строителя, пожалуй. Так, все тут. Правильно обрабатывается. Один ход до священного места. А, тут будут паводки, кстати. И дамбу я могу только здесь поставить. А здесь я буду... А, хотя вот тут я могу, да, на пшенице. Да. Кстати, вот тут надо будет дамбу сделать в будущем. Хорошо, если тут дамба, тут я, наверное, смогу сделать акведук. Ну, и, соответственно, здесь у нас будет промышленная зона. Вот, видите, как мы уже райончики распределили предварительно. Ну, а здесь, наверное, ромашка будет... Видите, тут еще город, да? Ну, тут, к сожалению, немножко далеко от правительственной площади. Ну, что уж поделать. Тут у нас ромашка будет, наверное, из театральных и священных мест. О, большой бассейн в 12-м ходу. Компьютер почему-то любит вот это чудо. Какой-то непонятной для меня причине. И Стоунхенш. Ну, Стоунхенш, ладно, еще и религию, но почему большой бассейн? Они так... Так, куда мне лучше исследовать? Мне вот интересно. Давайте вверх, поскольку тут реально уже ничего нету. Ага, ну вот, видите, собственно, все понятно, да? Угу. А тут холм? Тут холм, блин. Наверное, вот где камень поставить... Вот я, кстати, не знаю вот этого поселенца, куда мне сейчас стоит везти. Вон, еще начали, видите? Да, знаете что? Я, наверное, после этого поселенца, Киото... Во-первых, мне надо, пожалуй, купить рабочего. Хотя, может, мне купить рабочего в Кукуоке? Рис вырубил. Пускай он строит, строителя строит. Так, но Киото... Малюту в священном месте поставлю. Вот так. Очередь после поселенца. Теперь... Пить в Кукуоке, он вырубит рис. Обработаем лошадей и пойдем к ртути. Да, наверное, так и сделаем. Спасибо Кукуоке. У нас в Кукуоке неплохо денег идет. Плюс 4 золота в ход. За счет этого мы можем... Кое-что быстро покупать. Вот вопрос, все-таки, куда этого поселенца сейчас везти. Вот отсюда уже, наверное, никого не... Хотя, слушайте, вот тут остров какой-то. Но это может быть просто маленький остров. Кто получает больше кредита, чем мужа коалмайнера? А, кончарное дело назад, чем вырубить. Ну, ладно, два хода. Тогда пойдем обрабатывать лошадей вторых. Вот эту клетку я выкуплю уже. 25 будет стоить. А тут еще и след... Ну, я думаю, что вот эти просто еще две клетки вот так стоят рядом с вулканом. И все. Ага. Так. Здесь город, если что, влезет. Ну, мне пока вот тут на озере больше нравится. На побережье, например. Но... Карта такая более морская, что ли? Вот. То, что я вижу. А я города внутри поставил. Ну, все равно, что-то, ну, неплохо. Очень странно... Ну, так. Сейчас будем смотреть, какие пантеоны остались. Мне. Да, блин, мешается. Окленд мешается. Знаете, я постою, наверное, тогда уже один ход. Раз я не могу сейчас сюда на лошадь встать, чтобы обрабатывать ее следующим ходом. Тогда я лучше вот дождусь один ход и рис вырублю. Тут вопрос, есть ли куда-то проход или нет, или здесь уже конец будет. Так. Ну, давайте смотреть, что осталось. Танец оброжи точно нет. Легенды пустыни. Ну, вот. Священные места получают одну веру из соседней клетки тропических лесов. Об этом можно подумать. Тем более, вот тут сейчас я буду получать. Тут тогда не вырубать, да, тропические леса. То есть, тропических лесов нормально так. Плюс два довольства и два жаля в городах Священный Мест находится рядом с рекой. Ну, тоже неплохой вариант, кстати. Потому что... Хотя, только в этих городах они будут рядом с рекой, да? Ладно, что еще? Культура от пастбищ. Ну... Пастбище-то есть. Наверное, все-таки на тропические леса надо брать. Здесь мне завезло с лесами. Да. Видите, уже две веры. То есть, я от этого тропического леса получаю бонус соседства. Угу, сейчас лошади будут. Даже не надо будет покупать клетку. Хотя, показывалось, что вроде вот эту клетку город выкупает, а не эту. Что странно. Ну, она применялась. Ладно. Вырубаем тут рис. Смотрели раннюю империю. Так. Международную торговлю. По следующему ходу на мастерство переключусь и пойду обработаю лошадей. Соответственно, мастерство у меня будет ускорено. Да, ну, тут все понятно. То есть, вот все эти две клетки. Не имело смысл, естественно, сюда столицу куда-то ставить. Вообще. Так, пошли вот сюда исследовать тогда. Ну, вот, давайте решать, куда этот город ставить. Я тут еще посмотрю. Ну, вот, походу, ко мне, вот, единственный проход вот здесь получается. Причем, его закрывает Преслов и Оплин. Я реально так вот отдельно здесь нахожусь. То есть, мне нет смысла как-то занимать территорию. Поэтому надо сейчас думать о том, чтобы город поставить с хорошим развитием, который был бы. Не знаю, мне что-то хочется вот сюда его отправить. Поселенца сейчас. Ну, не буду себя сдерживать, наверное. Ну, потому что здесь города уже по остаточному признаку ставятся. Вот здесь и здесь. Тут интересно, что еще. Окленд, наверное, стоит, наверное, надо будет забрать. Возможно, Кахокию тоже. Это, по-моему, разозлит компьютер. Десять ходов, золотая, два очка набрать. А, слушайте, а где руины вообще? Кстати, я ни одной руинки не нашел. Вообще ни одной. Хотя они включены. Что это за подстава? Так, в трудовую повинность пойдем дальше. Мне надо правительственную площадь быстрее открыть. И поставить ее следующим районом в Киото. Сюда-сюда пойдем. Тут островок явно какой-то просто рядом. Фукулоки. Уже недостаточно довольства. Ну да. Ну да. Кстати, Киото сейчас можно переключать с еды на чисто производство. Так. Ну, кстати, ничего, ничего, начало. Мне нравится. Так, я думаю, что пророка... Может, еще одну сразу провести, чтобы прям пророка получить-получить. Ну, вот если религию. Двойный опыт для юнитов разведки. Так. Давайте на строителей здесь, а тут на юнитов. Вообще даже варваров нету. Ни варваров, ни руин. Как бы, конечно, можно считать, что это... Уравновешено. Нету руин, зато и нет варваров. Или нету варваров, зато и руин нету. Давайте, наверное... Давайте, наверное... Прачника. Потому что он все-таки... Или, блин, сразу молитву. Ну, он у меня где-то 10 добавляет, так? То есть, по идее... Давайте, ладно, молитву. Я хочу первым религию основать. Преслов хотел пророка. Остальные что хотят? А, нет. Преслов... А что Преслов хотел? Что-то я выполнил. Какой-то ускорить, видимо... Мастерство. Кахокия хочет пророка. Ну, я так спешу с религией, именно из-за того, что я на божестве играю. Ну, и мне повезло с местом, на самом деле. То есть, мне нету... Нету необходимости юниты строить. Он, конечно, у нее висят через сады. Смотри. Я, наверное... Так, рожены не открыли. Пройдемте, обработаем лопок. Тут что нам открывать? Блин, я таким образом обработку бронзы не могу ускорить. Ну, давайте, обработку бронзы потихоньку. Так, ну, здесь вот действительно ничего, уже никакого прохода нету. Это точно. Значит, я на таком каком-то полуострове, закрытый Оклендом и Пресловым. Блин, вот везу-ка с генерацией, конечно, с таким огромным количеством цивилизаций. Так, иди туда. Тут мы обрабатываем. И счастье возвращается. Поэтому переключаем на рост. В основном, и в Киото тоже. Так, этот идет у нас хлопок обрабатывать. Еще раз повторю, нам сначала надо будет правительственную площадь ставить, а потом уже открывать железо. Иначе тут железо может... Я даже очень, не знаю, процентов на 70 уверен, что железо именно тут будет. Если оно, конечно, будет у меня. Мы все-таки без баланса играем. Так, строители завершено. Священное место. Видите, тут пишет плюс два. Блин, а может мне тогда тут действительно... Блин, ну тут... Блин, ну видимо тут надо ставить. Сейчас, потому что тут будет плюс два. Все-таки долгое время. Потому что есть Алешка у тебя. Стал спонсором Дмитрий Беляев. Спасибо большое за поддержку. Надеюсь, в записи глянешь, то я благодарю тебя. Да, кстати, все... Я планирую выкладывать, когда я уже закончу прохождение, и сразу все серии этого прохождения спонсоры смогут увидеть в сообществе сразу. Блин, хочется сюда, конечно, оставить. Я не продумал немного. Будет один ход. Ну давайте пока еще опять... Давайте, наверное, я прачника здесь сделаю. А этим рабочим я сейчас сюда пойду вырубать лес. Так, и следующим ходом у меня, по идее, будет сейчас пророк. Международную торговлю ускорили. И континент Му. Это вот что ли у нас Му? Сейчас будем что-нибудь тут менять. Гляну, где этот континент Му. Это, походу... Да, вот он. То есть там какой-то другой континент. Хорошо. Сейчас мы идем вырубать лес. Тут обрабатываем хлопом. Пророк. Пять лишних очков даже, но... Слушайте, а я сейчас буду основывать религию. Я думал, дадут очки за то, что самая первая религия. Там, знаете, что-то такое. Кахокия. Выполнил больше торговых путей. Я куплю просто сейчас. Караван. Так. Раз мы играем за Японию. Есть тут синтаизм? Да, синтаизм. Ну что? Все чудеса света. Нет храма и святилища. Я бы брал храмы и святилища производят столько же культуры, сколько и веры. Потому что... Ну, мы же пытаемся в туризм. Дальше. Что здесь возьмем? Нам не обязательно распространять свою религию. Очень круто. Нам бы... Вот давайте каждое священное место и театральная площадь в городе с этой религией дают дополнительную веру и культуру. То есть это за соседство. То есть еще карточки будут еще больше этого всего давать. Давайте вот так возьмем. То есть сейчас вот у меня... Помните, я ставил... Священное место было плюс один соседство, да? Потом я взял за соседство с тропическими местами плюс два. Сейчас я еще взял, сейчас уже плюс три должно быть. Нет, плюс два. Так как так? Может еще не обновилось? Да, ну куда? Ну, религия есть. Каждое священное место и театральная площадь в городе дают плюс одну веру или плюс одну культуру и соответственно. Что за фигня? Ну, наверное, может, не обновилось. Следующим ходом глянем тогда. Так, пошли сюда и следуем. О, тут уже пройти нельзя. Блин. Это подстава к охоке. Надо, значит, в к охоке будет отправить посла, чтобы засюзеренить. Иначе, ну, блин, я пройти не могу. Так, продолжаем обработку бронзы. У к охоке недостаточно жилья. Да, 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 можно опять отключать еду. Так, купим караван. Вопрос только откуда-куда. Наверное, из киотов в фуку-воку. Я хочу правительственную площадь как можно быстрее здесь строить. Да, нам, конечно, с Оклендом повезло. И с Кахоки. Вот особенно Кахоки, что у меня денег. Только мы можем... О, вот тут хорошее место. Нет, подождите. Подданы. Первый... Слушайте, я на божестве... А, нет, вот католицизм кто-то еще взял. Я вот не обратил внимания. Я первый взял в религию или нет? Да почему тут плюс две веры-то? Я не пойму. Что за хрень? Она, видимо, просто мне веру дает. Нет, и от священного мет... Я не понимаю. У меня такое ощущение, что у меня не работает это верование. Каждая св... Подождите, может она культуру дает? Нет. Ну серьезно, что за бред? Каждая священное место и театральная площадь в городе с этой религией дают плюс одну веры или плюс одну культуру и соответственно. Где это? Вот эти плюс два, это от тропического леса и от соседства с центром города. Где, блин, моя вера дополнительная? Может это новые построенные? Еще может быть вариант. Так, ну вот здесь... Вот сюда, как вы понимаете, город надо будет ставить. Вот точно. Тем более тут горы, тропические леса такие. Блин, Окленд, свали с клетки, достал. Мешается вообще не... Так, ну в пуку-оку. Обработку бронзы, наверное, отложим. Ты столько моря, а я еще мореходство не ускорил, потому что ни одного нету города на побережье. Так. Ну давайте, наверное, трудного прачника. Так, а тут трудовую повинность, да, если мне раннюю... Блин. Нет, надо трудовую. Надо сначала правительственную площадь, потом уже... Тут нету смысла спешить с поселенцами прямо уж так сильно. Так, значит, здесь прачника, потом давайте... Строителя, наверное. Вообще, было бы... У меня много веры, было бы неплохо выйти, конечно, в Золотой век. Но... У меня тут просто нету возможности выйти в Золотой век. У меня нету ни руин, ни соседей, ни каких-то уникальных зданий и прочего, чтобы это как-то ускорить. О, Хатусу. Хатусу... Ну, мне бы, на самом деле, встретить... Религиозные города-государства. Первый встретил Хатусу? Блин, а где... А где 20... Где 19 других цивилизаций? Я что-то не пойму. Очень странно. Ну, могла карта так сгенерироваться, что они где-то там прям... Все в каком-то... О, тут еще и... Табачок. Нагана. Будем тут Олимпийские игры проводить. Блин, тут Окленд мешается. Да тут еще какие-то горы мешают пройти. Ну, давайте, не знаю, прачника сюда этого перебрось. Этого прачника сюда перебрось. Так, значит, вырубаем. И ставим священное место. Не знаю, ну, нету... Не идет религия от верования. Я не понимаю, в чем дело. Что... Что не так с этим верованием? Знаете, вот тут пишется плюс один от верования. Значит, я немножко не так думал, как оно работает. Все-таки идет плюс одна вера. Видите, от верования. Это вот верование. Я думал, что это будет соседство к району. Но, к сожалению, нет. Просто плюс одна вера. Что не так круто на самом деле. Потому что соседство можно еще увеличить за счет карточки. То есть, в два раза было бы больше. А здесь вот... Ну, да ладно. Кстати, что у нас здесь со священным местом будет? О, плюс три вот здесь. Как вам? Да, только тут надо подумать по поводу Акведука. Видимо, Акведук надо будет сюда. И вот в этом городе я бы, конечно, Чеченицу построил. Если бы была такая возможность. Потому что, видите, сколько тут тропических лесов. Либо в этом городе, кстати. Тоже неплохо. Ну, давайте предварительно поставим... Куда Акведук. Разглянем по священному месту. Ну, вот здесь священное место вообще плюс четыре бы давало. Ну, не хочется. Вот вырубать это для... Плюс три достаточно, мне кажется. Так, вот это можно убирать. Так, конечно, в два раза быстрее священные места строятся. Храм Артемида. Странно, что Столм Хэндж никто не построил еще. Католицизм. Интересно, Испания в игре, что ли, есть? Она у нас любитель католицизм. О, тут, смотрите, вообще горами закрыто. Да, тут хороший город. Потому что жемчуг будет. Вот тут, кстати, кампус на плюс три. Ну, тут гора, я так понимаю. А до этого не видно, но... Слушайте, так ко мне вообще не пройти. Просто вот по суше, если не брать преслов, просто не пройти. И все. Ну, или не брать Окленд. А это одна клетка. Вообще-то какая-то везука-базука. Так, идти обрабатывать ртуть или идти обрабатывать табак? Или вообще идти обрабатывать табак сюда? Вот в чем вопрос. Или пойти вырубить рис здесь? Ну, для риса надо сначала, наверное, для вырубки надо Магнуса все-таки уже сажать. Не хочется ртуть обрабатывать, потому что здесь этот дурацкий вулкан будет ломать периодически. Поэтому, наверное... Хотя тут ртуть тоже есть. Ну, эту ртуть уже этот рабочий. Давайте, наверное, пойдем табак обработаем. Так, тут я все посла жду. А Кахоке, кстати, больше никаких заданий не дает. Что хочет Хатуса? Копейщика Окленд Лучника. Блин, варваров нету я... Какие-то очень странные... Очень странно карта как-то сгенерировалась. Вы знаете, могло быть... По-моему, я как-то играл на божестве, где я ставил 20, а потом там оказалось меньше. Ну, не намного меньше, но... То есть могло просто не быть места каким-то... цивилизациям, и они просто исчезли, например. Такое тоже могло быть. Давайте, наверное, светилище. И здесь, кстати, тоже... Я... В очередь поставлю. Так. Хотя здесь надо... Сейчас правительственную площадь будет строить. Да, в темный век... Вообще, как-то без... Без проблем. Просто никого не встретив. Ну, содержание юнитов, наверное, мне не надо. Против варваров не надо. Создание строителей. Оставлю, оставлю как есть, в общем. Может... Да не, оставлю как есть. Варваров нету. Так. Еще один рабочий у меня появился. Слушайте, а болото я могу осушать уже? А, да, могу. Думаю, вот этим рабочим... Или пойти все-таки ртуть обработать? Купить клетку, обработать ртуть. Давайте. Так, Магнуса. В этом случае я буду Магнуса прокачивать. Киото. Тут есть что вырубать. Потому что вот эти клетки надо точно вырубать. Из-за вулкана. Еще раз повторю, он просто может их уничтожить. Так, хочу показать, что тут... Да. Гора. То есть здесь вот кампус на плюс 3. Опять же, блин, рядом... Вулкан. Ну, это... Выше проголосовали за... Плюс 4. За уровень... Стихийных бедствий 4. То есть я не смогу лян везде посадить. Значит, тут ждем... Ждем, когда мне Кахокия даст пройти. Нагана растет. Тут светилище. Тут светилище. Светилище 2 хода. Не, надо правительственную площадь ставить. Сначала. Так, а где у нас там театралочки? В драме и поэзии. Чудо света. Ну, чудо света компьютер всегда угоняет просто на божестве. Реально нету варваров. Я прям... Прям поражен. Ну, знаете, почему может не быть варваров? Потому что очень много городов-государств вокруг. Им просто негде тут появиться, да? То есть они могут появиться только если здесь. Поэтому они и в начале их не видно. Чисто из-за этого. То есть где-то они там, может быть, собираются. Пирамиды. Бля, чувствую, конечно, никто не... Ну, он уже... Сикхизм. Ну, смотрите, уже 4 религии основано. У меня все равно плюс 1 от... Хорошо, почему плюс 1 от верования? Если у меня верования, должно 2 давать, как минимум. А, потому что здесь фукуоканье... Да. Нету религии в фукуоке. Вот теперь уже, видите, плюс 4 вера. Плюс 4. Почему, например, не плюс 3? Потому что... Плюс 1 за соседство с правительственной площадью. И еще плюс 1, потому что правительственная площадь район. То есть за счет того, что я ставлю правительственную площадь, священное место за Японию дает плюс 4. Соответственно, и в фукуоке тоже самое. Понимаете, да? Какая-то суперспособность. Так, пингалу повышу на то, что создание поселенцев не уменьшает. 4 хода до ранней империи. Начинаем киото. Так, значит, здесь тогда еще строителей делают. Я буду вырубать вот эти леса. Тропические. Блин, один ход. Давайте, наверное, подожду. Не хочется тратить деньги пока. Подожду тоже. Ну и, пожалуй, на этом пока первую серию закончу. Продолжение, по идее, должно появиться завтра. А спонсоры канала все серии сразу видят во вкладке сообщества. Всем пока. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok